Телеканал КРТ представляет Привет, друзья! Меня зовут Оля и я перевозчик. Говорят, таксисты самые осведомленные во всех сферах люди. Это лучшие политологи, лучшие вирусологи и самые, что ни на есть, крутые специалисты в области нефти. Таксистам, как и барменам, доверяют все самые сокровенные тайны. Поэтому я решила переквалифицироваться. И теперь я таксист. И не просто таксист, а таксист-перевозчик. Перевозить я буду ценный груз или отягощающий. Решать, дорогие друзья, только вам. Сегодня я подвезу еще одного журналиста. Еще одного агента Кремля, как говорят некоторые. Человека, которого так и не пригласил на свой день рождения. Бывший народный депутат Мустафа Наим. Василий Опасов или опасный Вася. Расскажет сегодня, почему же на самом деле их с Назаровым выгнали из Совета национального, точнее общественного контроля НАБУ. И за что же он так ненавидит Гордона. Поехали. Как же вот и ездят зажиточные колхозники. Они его построили сразу уставшими. Короче, Ирина Верещуги, Алироса, называют Део Ламасом. Критина надо была, у нас не было такое. Да, ну, критина, потому что тепла. Нет, ты посмотри, ты скажешь. От них зависит. А ну, сейчас. От них зависит. Вот так вот. Я тебя сейчас заблокирую. Да. И будешь тут. Мало того, что опоздала, да, еще и не пускаю в машину. Еще и не пускаешь в машину. Заодно посмотрю, что такое Прадо. Как же вот и ездят зажиточные колхозники. Началось, началось. Я спросила, понимаешь ли ты шутки, да? И ты начал шутить. Штука в том, что мне когда-то... Да, да, да. Товарищ сказал, что на Прадо ездят зажиточные колхозники. Ты вообще колхозницы, да. Я вообще живу. А когда мы едем вообще? Слушай, а давай проедемся куда-нибудь в сторону Петровки и обратно. То есть тебе никуда не надо, да? Все закидорские выборы. Мне никуда не надо, мне надо сюда, чтобы забрать машину. Вот, да. Заодно мы оценим качество дурок. У нас же мерзкие скоро. Как раз актуальный контент зарядим. А на чем ездят не колхозники? А не знаю. А ты на чем ездишь? Вот. Это что? У меня Lexus. Извините, пожалуйста. Нет, так, ну, блин, слушай. Он на самом деле стоит дешевле твоего Прадо, поэтому... А я, может, Прадо заработала? Может, ты заработала на Прадо. Мне просто когда-то сказали, ребята, что, блин, ну, типа, это машина для гордых самураев. То есть ездишь и терпишь. Почему? Да что в ней не так? Ну, качество материала. Ты говорил, что у меня говно, а не машина. Не, вообще, на самом деле машина офигенная. Это я честно скажу. То есть она вот для своих денег и для своих потребностей она рулит прямо вот окей. На окей. А, не понимаю. Вот. Кстати, дорогу, видишь, сделали вот эту новую. Слушай, а кто сделал? Виталик? Сделали строители, я думаю, за деньги горожан. В смысле? Он что, не руками своими, не ручками своими делает дороги? Не был замечен. Не был? Не был. Значит, в переходе плавающим во время ливня. Ну, знаешь, что прикольно? Съездим на эту дорогу, когда ливень пойдет. А, то есть... Нифига нету ни одного ливня стока. Короче, они... Разметки нет? Нет, как хочешь. Ну, это такое. Разметку можно нарисовать, а ливня стоки не нарисуешь. Короче, был дождь, только они положили покрытие, залило так, что мы в офис не могли зайти. Ага. То есть, реально переливает, не уходит вода отсюда. Поэтому все рейтинги смоют дождем у спортсмена. Не смоют. Посмотрим. Серьезно? Ну, я тебе говорю, я не верю в 40%. А я не знаю, как ехать на Петровку. Я понял, ты уже проехала поворот, так что все нормально. Ну, едем сейчас дальше. А скажи, пожалуйста, а ты на день рождения к Мустафе на Ему шел с подарком? Слушай, он же всех приглашал. Расскажи вообще эту историю, пожалуйста. Конченная была история на самом деле. Мы просто пошли посмотреть, как там дела обстоят. Вот. И получилось так, что они явно никогда приглашали, не ожидали, что туда придем мы. А я ожидал, что мы придем. И охранники нас не пустили. Вот. И мы там немножко порамсили с охранниками. Ага. А, так это мы сейчас на Телеги выйдем? Нет, мы сейчас не выйдем на Телеги. Лука, тебе сейчас в левый ряд, надо перестроиться. В лево-лево. Ты не боишься женщин за рулем? А, ты точно, это не то. Нет, чего. Вообще не понимаю, где мы сейчас. Лево переставились. В лево и на разворот сейчас. Ты просто пропустила поворот по этому рестору. Вот, и порамсили с охранниками. А дальше как бы эта история не пошла, потому что, ну, блин, а какого черта мне сводить счета с охранниками? Знаешь, добавлять ему какую-то историю. Так ты туда пошел постибаться над ним? Да, да, конечно. Ну, как это вообще серьезно можно воспринимать, то, что они там существуют? Ну, уже не существуют. На тех местах, где они есть. Уже не существуют. Ну, как это, он что-то работает сейчас с СММщиком на Кроворонпрома? А, СММщиком? Ну, а как ты это можешь еще назвать? Не знаю. Ну, точно так же, как СММщик, Укрзалезный, ты понимаешь? Ну, Лещенко, зарплата, никакой СММщиком. А ты думаешь, Пустафа о том, что выработает за моим продукцией выдают или что? Наверное. Нифига, они там нормально зарабатывают бабки. А ты мне скажи, пожалуйста, а почему тебя называют ватными журналистами? Ну, кого-то, кто-то у тебя называет. Не знаю, а кто меня называет? Что ты уже сделал? Я читала тебе налево. Налево на разворот, да. Ну, кто так называют? Называли когда-то раньше, знаешь, когда там вот проплачивали ботов. Они писали об этом. А что такое вообще понятие ватное? Ты можешь мне описать? Не знаю, из ваты, наверное, сделал. Ну, смотри, ты работаешь на каком канале? На Зике. Правильно. Этот канал купил кто? Медвичок. А значит, Путин, правильно? Нет. Вообще, мир это Кремль и все мы в нем агенты. Ну, это да, это конечно. Ну, я тоже агент Кремль. А ты есть, кстати, на миротворца? Нет. Блин. Видишь, мне как-то не посчастливилось. Что ты делаешь в моей машине вообще? Я не знаю, а у тебя здесь только для миротворца. Ну, вообще, да. Я просто сама очень туда хочу и у меня никак не получается. Поворот выключил. Мог бы промолчать? Мог бы. Что вы за люди? Я туда не попал. Ну, как бы и не попал. Не знаю. Я не понимаю, что такое ватный. Ну, это как? Ну, это, наверное, так, что если ты не говоришь по-русски, не говоришь на украинском языке, если ты сейчас в каких-то джинсах или штанах, а не в шароварах, да? Ну, наверное, в каком-то представлении людей... Да, ну, слушай, это же все неорганическое туфта. Все, что неорганическое, оно не живет долго. Ну, закончили платить, да, этим всем ботам и товарищам, но вот они перестали там заниматься этой ерундой. Начнут, они опять начнут. Фигня идут все. Да? Да, абсолютно. То есть на миротворец не стремится? Да, нет. Если за это не платят. А, еще и не платят. Не знаю. Не, мне хоть Путин платит. Не, на самом деле, вот этот сайт, он, конечно, ждал сумму в свое время, да, и у меня товарищ один, например, он лишился должности, потому что перепуганный директор предприятия его уволил. Кошмар. Да, ну, это было еще 2015, правильно, я понимаю? Да, нет, его не закрывал, на самом деле. Не обещали закрыть, вроде бы проголосовали что-то, или это я что-то придумала. Да нет, ну, слушай, а как можно проголосовать и закрыть то, что по большому счету виртуально? Ну, что это такое? Это какое-то образование, которое кто-то придумал, написал страницу, какую-то базу. Ну, на самом деле, вот эта вот фигня, она же абсолютно нарушает конституционные права человека, правильно? Ну, нарушает, да. Ну, это же кошмар. Ну, это неправильно, если вы согласны. Но вот когда у кого-то будет желание, ну, и не уйдет. Когда у кого-то будет желание навести порядок, они, как бы, это все приведут в какой-то вид. А то, что они писали, что они там закрываются, там, или еще что-то, это было исключительно ради хайпа, для того, чтобы привлечь в себе внимание, потому что про них начали забывать. Жаль, очень жаль. Справа их бери. Беру. Вот, ты какая-то хрустика не сбей. О, ты тоже их так называешь? Ну, как их еще называть? А я знаю, что их так в Турции называют. Но мы туда вообще, да? Да, да, да. В Турции нам рассказывали, что такие мотоциклы называют хрустики, потому что они хрустят. Типа того, когда на них наезжаешь, да? Ну, я не пробовала и не буду, наверное. И не пробуй. Ну, его нафиг. Ну, как Тойота, нормально? Ты слушай, ты что думаешь, я первый раз в жизни в Тойоте? Ты сказал, заодно проверим такое. Не, ну, я просто еду. Я смотрел, новые Prado подаются, и по ним цены достаточно такие неплохие. Да сейчас Land Cruiser 200 и хорошо стоит вообще. Какая-то Prado, ты миллион сто. Да, ну. На акция, серьезно. Нету. Базовая комплектация, я тебе говорю, была в салоне. Базовая комплектация, слушай, у них полная комплектация, это не алю, а базовая, это вообще, это реально, для гордых самураев ездить и терпеть. Я даже не знаю. Не выглядишь, ты как ты это знаешь. Меня, меня вот это бесит люди, которые обсырают мою машину постоянно. Да я не обсыраю твою машину. Обсыраешь. Он этот, Дубинский, сел, рассказывал, какая не машина, а говно. Сел за руль, сказал, как можно не ездить, перечитал, ехал. Ну, что ж такое, ну, что вы за люди-то такие? А ты получаешь удовольствие от машин? От мужчин? От мужчин. Да, получаю. Ну, у меня была до этого CRV, поэтому от этого я вообще получаю удовольствие. А что, CRV, это страдание? Нет, почему? Ну, у меня не было много машин, поэтому я не могу тебе сказать, от какой я там получала бы. Не, не страдала. До этого была, как ее, Civic Honda. Вот от нее я страдала. Она длинная, низкая, невозможно не ездить, невозможно парковаться. И я ее не очень любила. Если мы уже за машину заговорили, у меня была новая Kia Sportage. То есть, купленная из салона, все. И почему я говорю про кайф от машины? И я в какой-то момент понял, что, ну, во-первых, у меня большая занятость, и я очень много времени провожу, разъезжая туда-сюда. И я понял, что я от машины не получаю никакого абсолютного удовольствия. Вот она за свои деньги, она идеальна, мне кажется, намного лучше, чем Toyota. Потому что там больше каких-то там функций, там подогрева, вовду, всякие-то ерунды. Корейцы в этом плане очень большие молодцы. Но машина абсолютно без характера. Ну, никакого. Никакого удовольствия мне нет. Сейчас все, конечно, подумают, тут зажрался чертяка, конечно. Да, да, да. Да, потому что есть люди по-другому думают. Но мне захотелось получить какое-то удовольствие, я практически новый автомобиль продал и купил другой. Причем за те же деньги. Вот и от Атлета? Да, за те же деньги. И от него ты получаешь удовольствие? Да, я от него получаю удовольствие. Я люблю низкие машины. Ай. Это специфическая штука, особенно если ты до этого ездила на высоких, то есть ты обязательно постесываешь себе бампера. Это прям как бить дать. Я бы купила БТР. Зачем? А так, что прикольно, да, мост сделали? Да, хороший, да. Тебе тоже нравилось, да? Вот. А ты был, кстати, на Секлянном мосту? Был кошмар. Никакого. Не побоялся, пошел, хоть родных не повел. Вот кто гордый самурай. На самом деле у меня был даже какой-то фейсбучный конфликт, я уже забыл этого архитектора, который устроил. Вот, я сказал, что за сколько там он, миллионов? Блин, там 273. Ну да, там фига. Что-то такое, миллионов, я уже забыл цифру эту, построили кусок говна, по моему мнению, абсолютный. То есть я не понимаю, это каким надо быть архитектором, чтобы за такое количество денег построить, сделать стеклянные вставочки для того, чтобы люди, типа, офигевали от красоты высоты и того, что они на нем стоят. Это стекло, блядь, кончено, нельзя сделать, просто. И я хочу понять функционал этого моста. Вот, тут сейчас, по-моему, поворот на лево. Тут тебе не поворот, тебе надо перестроиться. Я же знаю, поэтому я и говорю. Да, да, да. Тут не функционал, понимаешь? То есть это может быть туристическим объектом. Мост, а, вот. Это туристический абсолютно объект. Кличко хотел войти в историю, да? Он хотел себе построить мост, по которому будут ходить и растить его рейтинг. Понимаешь, что все будут фотографироваться и говорить, вот какой Кличко молодец. А получилось, что вспоминают неизвестники? У нас очень интересно всегда получается. У нас берут огромные бабки из бюджета, пытаются на них построить себе какую-то пиарную историю, если не просто воруют. Ну, мост построили, факт, да, совершенный. Делайте его так, чтобы он целый был, изначально. Они его построили сразу уставшим. Я не понимаю, почему нельзя сделать стекло, которое не будет трескаться. Я не могу понять. Ну, может быть, это специально задуманный эффект, это замысел такой был у автора. Может быть. Можно, конечно, смеяться и рассуждать. Знаешь, в Китае есть мост, да, такой же? Ну, как такое же. Нет, там совсем прикольный мост, потому что он сделан полностью из стеклянных панелей. И он на высоте какой-то, да, там нереально. Люди ходят ссутся. Это, кстати, в Китае у них там много таких объектов. Так у них же еще он, и ты идешь по нему, и он типа трескается. Да, это там панели сделали. Ну, подожди, ну, значит, смотри, я тебе, я хочу оправдать просто людей. Значит, получается так, что у нас как бы дорого было внедрять такие технологии, и они решили сделать так, чтобы он реально трескался. Сразу трескался, да, 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 может быть и так. Ну, это конченая история. То есть они даже первую историю не смогли построить так, чтобы она была в плюс, а не в минус. То есть построили в минус. Ну, молодцы, за 270 или сколько там миллионов. Я не помню цифру. Ну, вопрос, давай так, вопрос, за сколько они построили и сколько они положили себе в карманы. Если у него то пошло. Да, если даже они там ничего и не украли, в чём я сомневаюсь, это всё равно конченая история. Согласна. Ой, а ещё одну конченую историю знаю о тебе. Обо мне? Давай. Да, и о твоём друге, о нашем общем друге Максе Назарове. Скажи, пожалуйста, почему вас выгнали из совета? Ну, смотри, мы... Так вообще, что, давай так, функционал этого совета, как он правильно называется, совет общественного контроля? Да, при Национальном антикоррупционном бюро. Да. Функционал его следующий. То есть ты, грубо говоря, имеешь возможность быть связующим звеном между общественностью и руководством правоохранительного, например, органа, да? Это если мы говорим там про НАБУ или про ГБР, ну, или государственного органа, если это не правоохранительная структура какая-то. Что ты делаешь? Вот, например, есть какая-то деятельность за год, количество свершенных дел. Этот отчет подается, например, Совету общественного контроля. Совет общественного контроля смотрит, типа, и дает какое-то заключение, свое вывод относительно того, в правильном ли векторе все это работает. То есть мы не оцениваем, как совет, правильно или неправильно следствие ведется. А в целом, например, выделяется там 200 миллионов денег, а за эти 200 миллионов сделали там одно коррупционное дело в какой-то селераде, кого-то задержали, понимаешь, и вернули в бюджет 500 гривен. Ну, типа, сразу давайте вопросом, а вы не конченые, блин, выделять столько денег, содержать столько дармоедов для того, чтобы копешная какая-то история была. И мы потом можем обратиться там в комитет по правоохранительной деятельности и сказать, ребята, попробуйте, может быть, там посмотреть, чем занимается тот или иной отдел или, в принципе, органа, может быть, надо как-то переформатировать, может, там люди какие-то не очень профессиональные работают. Это вот как один из вариантов. Другой вариант есть там всякие, например, там в ГБР должна быть дисциплинарная комиссия, да? У нас главный-то орган, страх всех жуликов в высоких кабинетах это Государственное бюро расследований. Вот мы были в Первом Совете. Которая нифига не делает. Ну, а ну как, она что-то делает, ну что-то не делает. То есть я так понимаю, вот это вот. Вы должны были контролировать вот это вот на БУК. Ну как? Да, да, да. В общем, да. Ну вообще, на самом деле, я так понимаю, мыльный пузырь. Раз оттуда выгоняют людей, которые туда прошли. Они нарушили закон, выгоняя нас оттуда. По большому счету, как бы, история очень простая. Мы и понимали, что они это сделают. То есть это для нас не было какой-то непонятной... Ну и с вас же сделали плохих, правильно? Да, да, понимаешь? И это очень прикольно. Они нарушили закон, выгоняя нас. Что бы мы вдвоем могли сделать в коллегиальном органе, который состоит из большинства жуликов? Вы бы долго с***, извините. Мы могли бы там, например, их как-то изобличать. Но все решения же принимаются у них где-то там далеко, а тут уже только голосуются, понимаешь? Но они взяли и пошли неправильным путем. Поэтому мы сейчас подали в суд. И начинается производство по этому факту. Будем выталкивать этих всех жуликов. И эту электронную демократию, конченную, которая проводит и узурпировала все вот эти вот электронные выборы с господином Фленцем. Ходит такой обмывок. Вот. Будем их выбивать. Надоели гран-тоеды и жулики всякие. Слушай, конечно, получится. Просто это вопрос времени. Во всех странах получалось, куда они заходили. Их даже в Африке, блин, со скандалами выкидывали. Понимаешь, у нас еще пока нет. Ну, вот как только перестанут власть заигрываться с этими придурками. А куда мы едем, кстати? Мы сейчас с тобой оцениваем, да, как у нас делается ремонт. Ох, мы сейчас будем стоять здесь. Посмотрим сейчас. Нам надо просто развернуться. Да, мы так и сделаем. Прекрасно, прекрасно. Так, в общем, мы сейчас будем... А там же, получается, сейчас, я так понимаю, сократили вообще движение? Тут если в будний день попасть, то вообще можно никуда не попасть. Как жители Троещины вообще до сих пор могут ездить спокойно на работу. Надо было уже давно сносить мэра, понимаешь? А я была на Троещине один раз в жизни. Серьезно? Да. И как? Кстати, очень даже ничего. Все жалуются на Троещину, говорят, что Троещина... Да нет, это уже больше мем и анекдот. Это уже больше мем и анекдот. Я была, знаешь, где? Это мое любимое теперь место. Алишера Наваи. Ребенок сломал ногу, и мы попали туда к хирургу, к травматологу. У кого-то там к хирургу-травматологу. Вот так вот. Такая у меня печальная история. Но там так чистенько, там так красиво. Есть прямо, нет, не спешись. Там так хорошо. Ну, вообще, то есть я... Слушай, да нормальный, абсолютно обычный район. Причем есть даже очень милые места, какие-то скверики там и тому подобное. Поэтому абсолютно... Это все шутки и анекдоты уже, понимаешь? Должны быть какие-то такие анекдоты, места, которые шутят. Так и осталось. Ну, вот этот сраж, это вообще непонятно. О, кстати, классная штука про ремонт дорог Киевляния особенно оценят, которые ездят, например, по мосту Патона. Тебе не надо сейчас поворачивать. Не надо? Нет, прямо этим. Хорошо. Ребята, которые ездят по мосту Патона, у нас там постоянные ограничения по полосам. А ты это поняла, в Строещино? Нет. Абсолютно нет. А, Патона. Это какой? Мост Патона соединяет правый и левый берег. Скажем так, он посередине между другими мостами. Этого достаточно. Сейчас для тебя скажу так. Я 10 лет живу в Киеве. И я на левом берегу бывала раз 10. И, наверное, 9 из них я бывала на левом берегу, потому что ехала в Днепропетровск. К себе домой. Вот так вот. Так что я не особо знаю это. Ну, я поняла. Нам сейчас это разворачивается бессмысленно, потому что здесь точно пробка. Мы поедем через Подол. Вот. О, хорошая идея. Да, там как раз тоже классные дороги. Там четкий рейтинг мэра лежит на дорогах. По что мы говорили? Там сейчас Олега Гончаренко, еще одного мэра. Ты классно написал на своем фейсбуке о том, что это... Киеве... Я вообще классно пишу на своем фейсбуке. Я тоже почитаю. Так вот, это... Киев... Сколько? Нету столько в Киеве. Нету столько в Киеве, сколько в Киеве, сколько в Киеве. Да, сколько в Киеве. И все, притуло, ты слышал? Притуло. Ну, блин, ну ладно, Огончаренко, ну, прется я уже. Я понимаю, что Киеве никому не нужен. Он никому не нужен как артист. Слушай, я не понимаю. Он уже пошел хоть куда-то. Ты мне, как человек, который давно в политике, может, расскажи мне интересный пиар. Я не в политике. Я, кстати, не был членом не единственного политического движения. Вообще никогда. Я имею в виду политический журналист, обозреватель, медиаэксперт. Я понимаю, что он не был в политике, я знаю об этом. Так вот. Я хотела тебе спросить, как ты считаешь? Смотри, мне звонили недавно. Я, Оленя, это я знаю. Я на подоле бываю. Все, все, окей. Ты совсем уже как с дурочкой. Ну, я на всякий случай, потому что сейчас уедем на Троещину и все. И что? Я не была на Троещине, хоть покажешь мне Троещину. Я был на Троещине, я не хочу показывать Троещину. Ну, ладно, прям так жестко. Не хочу показывать Троещину. Так вот, мне звонили, какой-то соцопрос, звонили и спрашивали, что вы нам там скажете, если и про кандидатов, про кандидатов, и везде фигурировал притула. Это был... Европейская Солидарность и еще что-то... Ну, я сейчас социологию проверяю. То есть, как это будет? Так почему он через несколько недел объявил о том, что он идет от партии Волос? Ну, потому что Кличко и Даром, но Порошенко все-таки. Ну, Даром и Европейская Солидарность, они не чуждые организации, когда ты понимаешь. А, ну, ты же помнишь, что, в принципе, этот, Порошенко предлагал Кличко баллотироваться от его... Боже, боже, ну и дорога. Боже, мы едем... Специально меня сюда привез? Да, да, и тебя привез специально. Во-первых, у тебя к джипке не надо пугаться. Во-вторых, это вот, чтобы наочно видно было, какой молодец у нас мэр. А это сюда фуры пускают, поэтому... Нет? Серьезно? А больше в городах в мире никуда фуры не пускают, только к нам? А, я не знаю, кстати. Не знаю. А вообще, на самом деле, ну, вообще, на самом деле, надо пускать фуры в город или не надо? Можно или нет? Ну, если есть вариант какой-то, ты вот прям... Слушай, ты сейчас тебе колеса поломаешь. Ай-яй-яй-яй. А, мы в центре Киева. Ну, прям такой центр. Не страшно здесь ехать. Мы едем с Падола. Возьми левую полосу. Не проверяй, что это дает. Ты столько раз сказал слово «Тойота» за сегодня, что... Может, тебе заплатят потом. Что, да, да, я... И каждая... Правда, мы столько ее обосрали сегодня. Не, ну, видишь, мы сначала обосрали, потом похвалили. Да, да. Побольше захваливать, побольше. Так вот. Да. Что мы говорили? О Порошенко, о Кличке. Порошенко предлагал Кличку баллотироваться в мэры от его еврейской солидарности. Ну, они рассматривали. Кличко сделал такой ход, сказал, нет, спасибо, у меня есть партия удар. Я так понимаю, что это, наверное, какой-то пиар-ход, скорее... Это все на пустом масле. Они долго не понимали, каким образом им идти. У них было три варианта. Либо он пойдет от еврейской солидарности, либо от своей удар, либо от нового образования. Какого-то. Я думала, нового образования это что-то... Новое образование? Кличко и образование это вообще как-то... Ну, да. Вот. И они поэтому звонили в социологию и спрашивали, как тебе больше понравится. Мне по притуле звонили. Так с притулой то же самое происходит. То есть ты считаешь, что это вся история для того, чтобы как-то, ну, опять все-таки сделать кличко мэром, правильно? Ну, конечно. Ну, он и так будет мэром, но зачем это все? Ну, блин. Зачем это все? Всяко по-разному может быть. Давай здесь налево. Вот где здесь разметка? Как здесь поворачивать? Здесь разметки, интуитивно. Ну, я же женщина. О чем речь? Ну, и тут... Ты сегодня специально решил меня провести по всем хорошим дорогам? Я специально везу по всем ужасным дорогам. Слушай, а ты мне сейчас... Люди ездят каждый день так. Ты мне в конце программы нашей не скажешь о том, что ты баллотируешься в мэры? Никуда я не еду. И я сделаю хорошие дороги. И опасно сделать такие дороги, по которым ездить будет не опасно. Класс едет, слабо, он уже придумал. Мне понравилось. А скажи, пожалуйста... Осталось мне миллион денег, и я приду мэры. Скажи, пожалуйста, а почему ты вообще себе такой бренд не сделал? Опасный. Да, ну, это уже такая исписывая. Блин, мне кажется, так гениально. Ну, можно было бы, но может быть и сделаю. Не знаю. У меня вон есть информационное агентство, которое называется EPNews. Реклама. Вот, конечно, EPNews.com.ua. Заходите, обязательно читайте новости. Там мы стараемся... А что подписывайтесь на телеграм-канал, фейсбук, где я хорошо пью. Да, да. Телеграм-канал опасов.fm, инстаграм обязательно опасов, нижнее подчеркивание.ua. И Ютуб-канал опасов. Обязательно везде подписывайтесь. Вот. А, блин, надо, надо на самом деле. Вот это вот, я раньше, знаешь, как-то очень стеснялся. Как это можно там, типа, поставьте мне лайк в Ютубе или еще что-то. А сейчас уже не с*****. Оно так работает. Оно просто так работает. Вот если ты не будешь просить тебе лайк поставить, тебе посмотрят, даже если классная история, нам прямо, то тебе никто ничего не поставит. Ну, к сожалению. Все, стоим, ждем. Ты думаешь, что я даже светофоры не вижу, не замечаю, не реагирую на них? Да. Ты понимаешь, ты знаешь, что когда... Это автомобильный сексизм. Я вроде бы, ну, с курсами контраварийного вождения, вроде бы давно за рулем, но когда мне начинают давить на меня, как ты... Ты начинаешь нервничать. Я начинаю не то, чтобы нервничать, я начинаю делать глупости какие-то. А знаешь, почему это? Это же получается неподсознательно. То есть у тебя есть какая-то определенная манера вождения. Это, кстати, не только про вождение, это про разные сферы жизнедеятельности, может быть. Ты вот как-то видишь, как бы ты сделал, а другой человек делает это по-другому. И ты интуитивно его хочешь направить в ту траекторию, в которую бы делал ты это. Ну, как-то так. То есть это не потому, что я считаю, что все там не умеют ездить один, я только молодец. Просто это интуитивно так получается. Вот. Я сразу думала все. А выбор? А выборах? А выборах? Да. Не знаю, не хочу. Не хочешь на выборы? Или не хочешь выборов? Не, не хочу. Я вот на выборы не хожу. Не хочешь? Ну, ты же понимаешь, что это... Неправильная гражданская позиция? В смысле не участвую? Нет, я голосовать хожу, а вот участвовать я не хочу. Голосовать ходишь? То есть... Ну, стараюсь, если я не работаю. Испортить, бюллетень, правильно? Нет, нет. Важно? Нет, нет. Я прям стараюсь сделать какой-то выбор. А то, за кого ты голосуешь? Боже, ну тут вообще какой-то страх. Смерть в урагам. Я тут никогда не ездила. Куда ты меня вообще взялся? Да ты сейчас удивишься, где-то выйдешь. Мы сейчас... Дежишь? Ну, да. Мы сейчас ездим по виноградарю. О, я знаю. Едем было в Реддональд. Круто. Это там. Может быть, все ты знаешь. Нельзя ходить, портить бюллетень. Это бессмысленно. Хорошо. А секретная информация? За кого ты голосовал на президентских выборах? На прошлых? На последних. За Зеленского. За Зеленского. А правдал? Не, ну, то есть у меня... Подождите. Тут надо же понять, что я голосовал за Зеленского. Не потому, что я... Против Порошенко, скажите? Был очарован. Ты знаешь, нет. Мне интересно было реально посмотреть, как будет это сделать Зеленский. Как это будет делать Порошенко. Мне было уже смотреть неинтересно. Не, ну ты хотел поиграться просто, да? Ну, как поиграться? У меня, чтобы были другие какие-то варианты? Ну, не знаю. Ну, за кого можно было проголосовать, когда у тебя есть два кандидата? Ты выбрал самую лучшую дорогу в Киеве, судя по всему. Тут, смотри, 50 оттенков серого. Да, да, да. Вот так вот люди ездят. Ну, почему? Вот я не могу, вот правда, я не могу понять, но почему нельзя сделать один раз хорошо, а не миллион раз переделывать плохо? Потому что среди чиновник, которому каждый год выделяется на ямочный ремонт деньги. Нахера ему один раз сделать хорошо, а потом пять лет не получить эти деньги. Вот они и берут, ляп, на следующий год опять ляп. Ну, так вот по-честно, посмотри, нет, это что вообще кошмар. Получается, Зеленский такой же, да, судя по всему? Нет, он другой, почему он такой же? Ну, а что он, пришел не ради этого, или он, слушай, а вот скажи мне, как ты считаешь? А я не знаю, ради чего он пришел. А вот как ты думаешь? Надо с ним разговаривать. Многие люди, ну, ты же понимаешь, мы с ним вот говорим, он нам в стиле экранов говорит, «Приди вас на саджаты, будем мы на саджаем». Ну, не саджаем. У меня вопрос, как ты считаешь? Вот многие говорят о том, что вот он правда хочет, и это все, у него хорошее намерение, Ну, он не может. Ну, слушай, я почему-то считаю, что он, знаешь, из категории людей, которые попали в ситуацию, а потом как бы поняли, что она немножко по-другому всяка стоит. А, ой, я президент, да, утром? Ну, практически так. Вот, и он когда начал думать, вот, хочу сделать там что-то хорошее, да, например, и вот ту инициативу, и он получает подачи и препятствия, о которых он не догадывался. И справиться с ними он не может, в силу того, что у него опыта нету, как это работает. Вот и все. Я очень сильно сомневаюсь, что... Поэтому, нанимайте опытную команду. Да, что он реально пришел туда, чтобы заработать миллиарды. Вот я почему-то думаю, что нет. Я просто думаю, что он пошел что-то изменить, но как изменить, не знаю. И получается вот это как изменить, не знаю. Ну, хорошо, а команда? Что команда? Ну, он же должен тогда взять опытную команду, да? Я считаю, что нужно брать людей не потому, что они там девочки или мальчики, да, по гендерному принципу, и не потому, что нужно взять обязательно грантоедов или не грантоедов, а потому, что они что-то умеют и что-то знают. Ну, как получилось, он взял разношерстных людей, как и ходил. Разношерстных, ну, иди. Но... Я тебе скажу главную претензию. Не страшно то, что они ошибаются, страшно то, что они не исправляют эти ошибки. Ну, они же не знают как, они там все какие-то маленькие, не уверены их себе. Ну, стыдно как, ну, вот есть госпожа Третьякова, да, которая ляпнула про некачественных детей. Вот в нормальном месте, через 20 минут, там уже хлоркой помыли ее кабинет, светили и другого человека посадили. А она у нас работает. Ну, она же еще... О чем? Потом у нее следующая история была какая-то. Да какая разница, следующая история уже не должна была быть. Ну, я согласна, я согласна, но... Вот и все. Тут я вообще не удивлена. А, кстати, Тесла Богдана, как ты думаешь? Ну, я думаю, что... На одну Теслу в мире стало меньше. На одну Теслу в мире стало меньше, я не знаю. Ну, он же поменил в этом Зеленского. Ну, я как-то... И как бы намекнул, что они сами подлили бензина в кастрик. Это что означает? Слушай, я не знаю. Как инфоповод, она такая себе. Ну, типа... Ты понимаешь, с одной стороны, да, это такая себе, а с другой стороны, уже если предположить, что Богдан не знает, на чем попиариться, да... Я не считаю, что это пиар. То есть я не думаю, что Богдан ее себе сжег сам. Ну, Гонтарева сама себя дом сожгла. Это могло быть. Да, да. Это могло быть. Шабунин повторил ее еще. Шабунин повторил, и оно сработало. А это бессмысленный пиар. Ну, как оно сработало? На Шабунину посмеялись, но разве не? Нет, ну, кто-то посмеялся, а для его сторонников нормально. Слушай, президент про него сказал. Ой, это же Ольжича. Да. Он же Чан. Президент-то про него сказал, про Шабунина? Сказал, и меня это убило. И меня убило. Потому что Шабунин до этого его умножил на ноль. Да, да. То есть, если ты хочешь, президент тебя похвалил. Значит, что он сделает? Я тебе скажу так. У меня сегодня в выпуске была Ирина Верещук. И мы с ней после выпуска, то есть, этот выпуск выйдет в пятницу, его еще нет на канале. Я посмотрю. Посмотри обязательно. Самое, в принципе, интересно. И мы с ней после выпуска, это такой маленький инсайдик, поговорили об этом. Она говорит, я не понимаю некоторые действия. То есть, я не понимаю, почему власть поддерживает вот этих сарасят. Говорит, я не понимаю. Говорит, мы не можем найти ответа. Она для меня тоже очень неоднозначная. Она очень интересная, Борышка. Она интересная, но она неоднозначная, согласись. Слушай, мы все, наверное, неоднозначные. Но она, как минимум, человек, с которым интересно. Ну, согласна. Она в разы умнее тех, кто там сидит вместе с его командой пришел. То есть, я согласна. Есть такие. Она одна из лучших. Она не Лиза Богудская. Да, в этом. Ну, это вообще какая-то. Это же это было. Видел... Как и Геолера, и всякие. Юрий Шевченко, да? Хочешь еще один инсайд? Давай. Это будет в выпуске. Короче, Ирина Верещук. Ирина Верещук, Геолера, и называют Deolanus. Почему? Ну, не сосна, а рыбийная. Это же смешно. А почему? Ну, потому что потом конченый крендель, понимаешь? Даже они так считают. Не, ну, так понятное дело. Он уже с ней запустился нам прямо. Я на всякий случай. Когда-то. Видишь, как мы хитро все пробочки объехали. Ну, да. Ну, ладно, только по таким местам, что люди будут жаловаться, что мы с тобой... Не, да. Люди должны жаловаться не тебе, что у тебя контент трясется, а что у нас конченый мэр, который не может сделать дороги. Я ненавижу мэра Кличко как мэра, как боксера, у меня к нему претензий нет. Когда я говорю, что я не люблю Кличко, мне говорят, предложи кого-то, а ты сделаешь лучше. И тогда я затыкаюсь, потому что я не знаю, кого предложить. Да, ну, слушай. Из всех миллионов кандидатур. Хорошо, смотри, сейчас. Кто, Кучеренко? Если бы ты был киевлянином, давай скажи. За кого бы я голосовала или из кого бы выбирал, да? Да. Я бы рассматривал несколько кандидатур. Верещук, я так понимаю. Одна из них, возможно, была бы Верещук. Возможно, я бы смотрел на Попова и Кучеренко. Вот три человека, которых я бы рассматривал. Попов, я согласна. Вот три человека, которых я сейчас понимаю, что они приблизительно что-то могут делать. Хотят. Умеют. Да. Умеют. Не то, что хотя. Тебе уже слоган. Могу, хочу, умею. Все. То есть, понимаешь, как я не... Ну, то есть, Ирина Верещук, она там управляла этой маленькой Равой Русской, да, которая находится... А, у меня не вопрос, почему она сбежала за несколько месяцев до кончания каденции своей? У нее был конфликт с Поросюком. Зебельный конфликт у нее был. Ну, не Зебельный, а конфликт с Поросюком. Вообще, о Поросюке первый раз слышу, если честно. Серьезно? Ты что, она же ему проиграла выборы в 14-м Лебедовском. Поросюке, вот тому Поросюку? Да, вот этому Поросюку. Ну, просто помнишь, что там Майдан, вот это все херня, он типа символ. Да, Поросюка. Она проиграла ему или его ноге? Ну, даже еще ноги не было. Вот, это да, конечно, все там за него проголосовали, она проиграла. И у них вот с того времени, ну, видимо, какие-то, ну, не самые приятные. Подожди. И он приезжал там целые клоунады, ей устраивал, когда она рулила Равой Русской. То есть у них этот конфликт был. Есть ли там какая-то действительно под оплеком? Я не знаю. Ну, да, там, ну, как бы говорил он об этом. А имеет ли она какое-то под собой основание, я не знаю. То есть Ирина говорит, что нет, я этот вопрос не изучал. Поэтому нифига сказать не могу. Ну, Попова никто не выберет. У нас, понимаешь, у нас под честным, у нас в стране почему-то вот мы вроде бы так... Да не у нас в стране везде так. Я не знаю, но я смотрю на нашу сторону. Мы вроде бы так ненавидим этот популизм. Нам уже надоели вот эти все прыгуны перед камерами. И которые бьют себя в грудь и кричат о том, что я там за то, за патриоты, измещу одна хорошая дорога. Я за то, я за сё, а в итоге ничего хорошего не делают для страны. И все равно, вот, мне Попов это какой-то, знаешь, ну, не уровень, а вот из касты Азарова, да, вот, ну, вот что-то такое, да, это политика типа Азарова. Спокойный, умиротворенный хозяйственный. Ребята, мэр это не политик. Мэр это человек, который занимается хозяйством. Мэр столицы, немножко другая история, да, на нем отражаются очень сильно политические процессы. Но человек должен управлять хозяйством, не политикой. Мэр не должен рассказывать про какие-то потрясения в мире. Как ни крути, он болит. Он должен заниматься вашими унитазами, крутить трубы. Он должен заниматься диджитализейшн. Да ни хера, он должен сделать вам нормальную дорогу, он должен сделать нормальное освещение, чтобы у вас вывозили мусор не воняло, блядь, под подъездами. Оф, это ужасно. Вот это, вот это. Блин, мы сейчас едем по Шуляцкому мосту, который, блядь, Мэр открыл уже, проехав на квадроцикле. Он же в эксплуатацию не введен. Этот мост постоянно, что-то на нем делают. Я здесь езжу каждый день на работу. Меня это раздражает. Максимально. Вот. Вот. Хорошо. Ну и вот тебе нормальная дорога, что тебе не так? И люки торчат, меня это бесит очень. Ну, здесь еще будет финишный слой. Окей, с этим вопросов нет. Ну, черт. Ну, блин, ну сейчас суббота, здесь ни одного рабочего нет. Почему я должен это все терпеть? Да, я насколько знаю, в нормальных странах дорогу делают ночью. Ночью, да, и в выходные. Ночью. Но коммунальщики тоже люди, они должны отдыхать. В смысле? У нас в стране, наверное, так. Подожди, есть люди, которые работают по ночам. Есть люди, которые работают днем. Это работа. В смысле, кто-то должен когда-то отдыхать. Вы берете человека, ставьте ему условия, что вы должны работать какой-то период. Так вы берете человека, платите ему. Подожди, если мне платят, пуск они идут на работу. Ну, я понимаю. Не, 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 это все херня, вот это в пользу бедных, понимаешь, вот это общение. Я с тобой согласна. Это как обходчики туннелей в метро, почему-то решат, что они не хотят ночью работать. И не будут ходить ночью, смотреть, все ли там хорошо с электрикой. Ну, понятно. Ну, что это за бред? То есть, есть какая-то коммуникация. Нельзя такого допускать, и мэр хозяйства такое не допустил. Так, ну, скажем так, это не ноу-хау березы, нам проверь. Мы на разворот, правильно? Нет, мы едем. Ну, хорошо, поехали на разворот. А, подожди, стой. Я тебя вообще откуда забрала? Вот оттуда. Ну, мы сейчас уже, ладно, еще одну петлю сделаем небольшую. Мне так приятно, что ты еще со мной хочешь пообщаться, правильно? Ну, да. Это же ты вообще не туда повернула. Суть в другом. А не сюда надо было? Нет, ну, надо было на тот все-таки. Ну, ладно. Фишка в чем? Береза сказал, в принципе, абсолютную простую херню. Что не должно отключаться метро от того, что авария на ТЭЦ. И это не должно быть так. Ну, это не береза молодец. Это, блин, просто у нас как-то чего-то там... Не, ну, это правильно, правда, да? Что мэр в этом виноват? Ну, как мэр, ну, ***. Не мэр в этом виноват. В этом виноваты какие-то люди, которые следят за этой электрикой, чтобы она никуда не отключалась. Вот. Но по факту, да. Потому что он там этим всеми процессами должен заниматься и как бы в курсе быть. Не должно метро отключаться. Это что за комедия такая? Не знаю, я метро не езжу. То есть метро, это же не просто вагон, который едет по рельсам. Метро, блин, есть всякие оборудование, которые нагнетают воздух, чтобы ты там не задохнулся и тому подобное. Спасибо, что никаких аварий не случилось, что люди там живы-здоровы все, да? Но вообще, конечно, ситуация странная и дурацкая, дебильная. И я не знаю, да, в нашей стране все там дебильное. Блин, я тебе скажу так. Каждый мэр, который приходит... Чего ты так заползла? Нам прямо. Куда ты заползла? Куда ты заползла? Я думаю, куда мне она... Прямо. Хорошо. Пусть будет прям. Кстати, знаешь, что я у тебя хотела спросить? Да. А ты с Веричук разговаривал, да, о ее кандидатстве? Мне интересно, почему она так сильно отклонилась от брендирования партии? Не хочет ли она свалить? Нет, я думаю, что она никуда не собирается свалить, и это было бы странно. Почему она отклонилась, я, кстати, не заметил, чтобы она сильно отклонилась. Другая палитра цветов и какая-то странная буква В, как у Олега Винника, и поэтому я уточняю. Могут чисто теоретически допустить, что их технологи посчитали, что так будет... Пора менять. ...меньше. То есть есть же люди, которым нравится слуга народа и Веричук, да, а есть, которым слуга народа не нравится, но за Веричук могли бы проголосовать. Вот, поэтому они, наверное, посчитали, что в таком, в такой комбинации все-таки будет лучше. То есть есть возможности. Клитину надо было от слуги народа в мэре. Ну, Клитину просто протекла, мне кажется. Почему? Ну, там не все хорошо, мне кажется, что с психикой. С головой или с грудью все хорошо, а зато... То есть она не тупая. То есть она не тупая. Ну, да, в разговоре не тупая, но когда она вот это записывала, мне показалось, что она тупая. В этом странно, да. Вообще она выглядела вообще как дурочка, если честно. Две непонятные истории. Так, мы так будем до моего дома сейчас доедем. Да нет, мы сейчас доедем возле цирка, развернемся и поедем назад уже ко мне. Ой, как раз мы, да, будем? Да. Ага. Да. Вот. Посмотрим на твой Лексус. Посмотришь? Позавидуем твоему Лексусу в нестандартной комплектации. В смысле? Ну, нестандартная, что ли, комплектация? Да, я же ее брал БУ. Я ее выбрал, комплектация. Ну, конечно. А я, мало того, что, понимаешь, вот у меня комплектация такая себе, так у меня еще и газ стоит. Я экономная. Я ненавижу машину на газу. Все, вот все тебе не так сел и все тебе не так. Не, ну, я себе бы не поставил, я же не могу говорить. Предлагаю обмен. Даешь свой Лексус, а я тебе свою Тойоту. Она у тебя дороже стоит? Да? Тогда я пошла. Ну, мы можем как бы это сделать? Уже нет. Поздно. Надо было сразу соглашаться. Нет. Брадики подорожат сейчас. Уже у тебя этого года, да? Нет. Восемнадцатого. Восемнадцатого. Ну, это последний, да? Ну, рестайлинг последний. Ну, новее же нету? Нет. Рестайлинга нету, а Брадики девятнадцатого есть. Нет, ну это понятно. Я просто не сильно понимаю, почему они экономят, например, в отделке материалов там, где это можно было бы не делать. Например, руль. Очень уж можно было его улучшить. Причем такой же руль точно стоит и в двухсотке, и причем в хорошей комплектации. Я не могу понять почему. То есть, когда людям пытаются продать машину, которая стоит там под сотку. Ну, слушай, ну это же недорогая, как это сказать? Они меня поджимают, да? Ты это имеешь в виду? А я еду не быстро. Да? Так посмотреть. Ну, вообще, как бы я по городу, я принципиально соблюдаю правила, если честно. Потому что, когда мне начинают эти вот дебилы, кретины мигать, моргать, типа, давай, отъезжай, ну извините, мы едем по городу. Вообще, для меня, если честно, я сейчас опять перейду на политику, но вообще, для меня очень странно. Люди, которые не хотят соблюдать какие-то правила, ругаются на власть. Ну, в чем патриотизм? Для меня патриотизм проявляется, опять же повторюсь, в урны выбрасывать мусор. Мне кажется, это не патриотизм, это просто нормальное поведение. Начинается с этого, хорошо, это, да, это, это не... Как может быть урны? Мы здесь разворачиваемся? Здесь же можно разворачиваемся? Ну, нет вообще, но все киевляне разворачиваются. Ты, кстати, это можешь сделать, у тебя это свободно. Мне стыдно. Так как он, садоваться в Трумэйне. Давай, 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 давай. Не, ну ты смотри, ты меня провоцируешь, а потом мне придут штрафы в приложение Дия, в диджитализацию, в диджитализированную Дию. Патриотизм это когда ты гордишься тем, что украинский ученый изобрел что-нибудь весомое, да? Это когда твои спортсмены побеждают где-то на Олимпийских играх. Это когда, там, не знаю, какой-то продукт, произведенный у вас, пользуются им в мире и говорят, что это украинский. А то, что ты в урну выкидываешь, это в мусор, а не мимо. Это означает, что ты просто... Ты понимаешь, ну ты понимаешь, о чем я. Ну вот смотри, идет митинг... Эти два слова не рядом. В нашей стране рядом, в смысле. В нашей стране это патриот-тере... Да херня, да херня это полно. От того, что чиновник украдет миллиарда, кинет мусор в урну, это не значит, что он патриот. А, нет, ты не понял, что я имею в виду. Я о том, что у нас считается, что дураков много, поэтому я всегда смотрю. У нас считается в стране, что патриот тот, кто надел вышиванку и поет гимн. А я считаю, что патриоты, в первую очередь, должны не срать в своей стране. Они должны любить свою страну и плыкаты ее... Ну, согласен с тобой. Ну, я вот об этом. Я не говорю, что, ребята, там, если ты выбросил в урну, мусор, значит, ты патриот. Нет, но патриотизм начинается с малым. И патриотизм, в принципе, это мы как... Блин, будет ли хорошо в нашей стране, если мы будем в ней срать, но майданить? Ну, как-то, не знаю. Я печалюсь от всей ситуации, от всего, что происходит. Честно, мне как-то... Сильно только не печалься, а то это мешает жизни. Митинг по мове, когда закон Бужанского был растерзан. Митинг был. Ты видел, что было после этого митинга? Нет, я не смотрел на эти странные митинги. Там просто была жесть. Там просто насрано валяются бутылки, валяются... Но зато мы из полицейских машин в День Незалежности с геликоптера сними мой герб, выстроенный из полицейских машин. Оце перемога. Эти две вещи, ну, эти два события, они между собой не связаны и не зависят друг от друга. Мы можем снимать с вертолетов полицейских, если они у нас есть, все, что угодно. По поводу митинга, херня полнейшая. То есть люди, которые там стояли, они не знают, о чем закон, который написал Бужанский. Ну, или там... Слушай, это так же, это так же, как и с лицензией КРТ. КРТ сейчас лишают лицензии в процессе. И как они сказали, что, вот, получается, пришли бастовать журналистов, очень мирно, очень тихо, все хорошо. Но пришла, вдруг пришел нацкорпус и начал бить, там, пинать и так далее. И когда Василец начал задавать им вопросы, типа, ребята, а ну, и что вы тут делаете, чем мы вам не угодили, боже, очень интересно. Они сказали, да мы вообще о вашем канале первое слышим, и узнали только, когда нам сказали сюда прийти. Ну, не идиоты. Ту хрена узнают. Я не сильно понимаю. Кстати, я не сильно в материале общества, что их там лишают лицензии. То есть там к ним что-то претензия коврирует? Ну, типа, они агенты Кремля, ну, как все мы. Не-не-не, ну, какая-то же должна быть официальная претензия. Там несколько претензий, причем претензии, очень странно, к гостям в основном. В общем, один гость сказал о том, что... Ты становишься больше? Нет, я... Нам средний ряд, и прямо... Следующий, точно. А я что-то не могу сказать? Я-то скажу, Глеб. Все, я понимаю, это за тем переездом. О том, что... А что? О том, что что? А, всем должны были какую-то прослабую бумагу, какие... Да, у них там нет того, чтобы бумагу было. Значит, сначала гость у них в студии сказал что-то там не то, пропагандировал русский мир, а потом какой-то гость в студии говорил о том, что он против этих... Он не толерантный. Короче, это из-за того, что гости в студии что-то наговорили, да? Да, причем, ну, насколько я знаю, из-за гостей же это же гость, ну, типа. А, а ведущий их не остановил. Как-то так. Вот я не буду брехать, но как-то так. Ну, там надо еще знать, что они говорили. А вообще-то очень конченая политика. Тогда из-за того, что говорят гости, претензии к какому-то вещателю. Потому что, понимаешь, это знаешь... Давай вот на простой аналогии, чтобы было понятно всем. А от того, что тебе нахамили в мясных рядах в очереди за говяжьим фаршем, это не значит, что мясные ряды надо закрыть. Это просто мудак. Ну, понятно, так понятно. То есть, я же не знаю, что там наговорил он объективно, но бывает, спикеры переходят немножко... Ну, короче, теряют, да, какую-то реальность. У меня несколько раз такое было. И получается, что он вроде там хотел сказать свою точку зрения, но ляпнул призыв чуть ли не к действию. Какой-то там, знаешь, типа, чуть ли не физического устранения кого-то. Ну, в этом случае надо, конечно, отреагировать. В этом случае лучше отреагировать, потому что это, типа, как бы неправильно. Не должны быть призывы, там, какие-то антигосударственные. А так, по большому счету, точка зрения, это точка зрения. А у тебя в студии бывало такое? Ну, вот я же говорю, у меня было несколько раз, и мне приходилось осуждать немножко спикеров, по причине того, что они действительно говорят херню. Ну, то есть, когда говорят, там, нужно лишить жизни того или иного человека, даже чиновника, да, ну, это бред. Такого быть не должно. Вот, поэтому я, как бы, всегда осаживаю, говорю, там, ребята, врачи... Не выгоняешь из студии? Я не выгоняю из студии, у меня никогда-то кто-то ушел. Сам? Да, раза два. Что ты за человек такой? У меня когда-то, знаешь, кто убежал? У меня когда-то убежал, это еще на Ньюзване было, из какой-то программы... Ой, этот, Черновил. Тарас? Угу. Причем так бежал, что убежал даже с подслужкой. Ну, с этим, Господи, с петлей. Ну, я поняла, поняла. Вот. Но его не остановить было бы не вернее. А петлю хоть забрали потом? Да, догнали его на парковке. А что ты бы сделал? А я не помню уже, о чем там было. Ну, он вообще такой крикливый балбес. Вот. Я ему, кстати, на него когда-то обиделся из одной публикации, и считаю, что он мудак. Поэтому... Ну, у меня можно говорить все, что хочешь. У меня лицензия лежат. Я не помню, он как-то очень сильно нелицеприятно написал о людях, которые погибли в самолете в Российской Федерации. Помнишь, там у них оркестр? Да, да, да. Где-то в Сочи или где-то там что-то. Уже не помню. Ну, это относительно недавно, правильно? Ну, там несколько лет назад. Да, да. Вот. И он написал какой-то очень вообще... Я не помню уже дословно контекст, но какое-то дерьмо откровенное. Ну, типа ты же пишешь про гражданских людей, которые погибли. Ну, это так же, как этот... Тарас Писаржевский, я сейчас напомню. Да-да, рассказывай. Да, ну, вот как бы я после этого понял, что как бы этому человеку, если он ко мне будет попадать в эфиры... Он после этого попал к тебе или до? Не-не-не, это было уже до этого. А, то есть вы уже были в конфликте. Тарас Писаржевский, который молода батькивщина, чехтовин, там, какой-то ГО, шось таке, с Юлией Тимошенко, короче. Он высказался о девушке, да, которую побили и изнасиловали, чуть ли не изнасиловали, да? Ты там где он про Влащенко написал? Не-не-не, не про Влащенко, а про журналистку с Интера, который в поезде чуть не изнасиловали при ребенке. Побили? Ну-ну-ну, я знаю. Ну, и он сказал, что и слава богу, что вашу вот эту вот, что эту проститутку с Интера, надо было ее там, я не знаю, что с ней сделать. Ну, он не так написал. Ну, что он написал? У меня даже есть скриншот этого поста в блоге был. Да, он же там, вот этот пацан, который консультант какой-то, или кем-нибудь там бегает, да? Ну, да, да, маленький, да. Он же написал там еще вклел Влащенко. Это, наверное, что-то другое было, что-то был постик коротенький. Там же скандал бешеный начался, блин, на него суд подали, будет сейчас, блин, сидеть, бэкать, мэкать в суде. Да. Ну, кстати, надо пообщаться с Наташей Влащенко, точно. Я думала об этом. Ей на меня нажаловалась Мендель. Да, Мендель была у нее. Ну, была, а как в смысле нажаловалась? Она сказала, что я хочу на ее место. Я как-то сказала, ну, написала о том, что Мендель, ну, она не пресс-секретарь, кусок говна. Ага. А она сказала, что я хочу на ее место, и что теперь мне не видать интервью с президентом, как своих ушей. И вот это вот, понимаешь? А до этого было видать? Ну, до этого, смотри, была такая ситуация. Я постоянно ее обсирала, ну, потому что я знаю, что такое пресс-секретарь политика. Я сама пять с половиной лет проработала пресс-секретарем политика, очень известного. А, да. И, ну, после этого уже слилась, открыла свою пиар-агентство и начала заниматься многими политиками. Ну, не об этом речь. И я постоянно ее обсираю, обсираю, ну, не нравится она мне, ну, может, она расчешется там, да? Ну, твоя история. А? Ну, твоя история, окей. Да, да. И получилось так, что я-то ее обс... У нас же это профессиональные отношения, правильно? Да, да. И с официальным запросом обратилась для того, чтобы она мне подсобила, ну, не подсобила, а как бы ответила официально об интервью с президентом, который же, видишь, простые, да? Видит простого народу, поэтому было все логично и можно было бы это организовать. Она ничего не ответила один раз, а потом зашла на мою страницу, видимо, и почитала то, что я о ней пишу. И потом Влащенко в интервью сказала, что вот эта блогерша хочет на мое место. И она такая, и теперь ей не видать интервью с президентом. То есть ты понимаешь, да, насколько в нашей стране вот непрофессионально работают журналисты. Ну, это же непрофессионально, правда? Ну, с одной стороны, у тебя нелогично как бы к ней обращаться после того, как ты ее ненавидишься. Ну, в смысле, она официальный представитель президента. А кому мне обращаются? Ну, да, а у нее какая мотивация будет помочь тебе? А какая должна мотивация? Это не помощь, я официально... Нет, ты посмотри, ты что-то... От них зависит. А ну, сейчас... От них зависит. Вот так вот, я тебя сейчас заблокирую, и будешь у тебя... Да, и ты раскруй секрет, можно разблокировать. Блин. Нет, смотри, ну, ты можешь к этому по-разному относиться, но от таких людей, которые помощники, личные пресс-секретаря или еще что-то, зависит, попадешь ты куда-то иногда или нет. А зачем путать профессионализм с... Она тебе будет просто подобрать душевно и мешать в этом плане. Я, как бы, не уверен, что, в принципе, можно так просто с Зеленским сделать интервью, они не сильно открытые ребята. Попытка не пытка. Да, но... Они же говорят, что они, вот он на Тесле разъезжает, дает всем интервью, но уже попробовала, а все, как бы... Ну, Тесла Богдана была. А, да. Вот поэтому и сожгли. Это другой Теслу сожгли. Он мне сказал... Мне говорю, он сказал, что ту же Теслу сожгли. Подожди, ну сожглиш белую. А, та была какая? Это вроде черная была. Ну, я не помню, ладно, бог с ним. У него две Теслы, на самом деле. Интересно, что он какую-то *** говорил за рулем. А, слушай, я знаешь, что хочу сказать, я обычно гостям, ну, не гостям, а тем, у кого я таксист, уже я заговорюсь в конце недели, дарю дурацкие подарки. Тебе я тоже приготовила дурацкий подарок. Да, я люблю дурацкие подарки. Смотри, я сначала хочу объяснить вообще, в чем суть должна была быть моего подарка. Ты посмотришь тоже на камеру, чтобы она не зависла, да? Так вот, у тебя фамилия Апасов, да? Да. Я хотела тебе подарить табличку «Опасно», перечеркнуть, там написать буковку «А». Но в нашей стране не продаются таблички со словом «Опасно», продаются только таблички со словом «Блин, с каким? Ну, на украинском языке, ты понял?» Да. Я не нашла, поэтому я решила купить тебе другую табличку. Ну, другой я не нашла таблички, только вот эту. Осторожно, злая собака. Поэтому, если к тебе в студию придет, например, госпожа Ницой, или еще кто-то, то ты поставишь эту табличку перед ней, чтобы мы все знали. Договорились, слушай, ну, спасибо. Прекрасный, да, подарок? Отличный. Подарок один лучше другого. Поэтому береги себя. Береги себя. Больше не хотим на день рождения к этому. Ами, устафия. Это вообще была смешная очень дальняя история. И все-таки я надеюсь, когда-то вас увидите вместе с Назаровым в этом совете. Зачем? Не, не надо? А, я поняла. Вы просто троллили. Ну, ты видишь, что у нас получается. Вот сейчас ребята будут объясняться в суде. Смотри, ну, по крайней мере, вы там будете самыми красивыми. Вот это благодарю. Да. Это да. Мы хотели украсить. Да, потому что там... Так вот, карась тебе не нравится? А? Карась тебе не нравится? А должен? Не знаю. Это же вкусовщина. Нет. Ну, пока. Все. Подписывайтесь. Подписывайтесь обязательно. И на него подписывайтесь. Вот, я даже на рекламу себе. Ага, да-да-да-да-да, мы сделаем. Хорошо. 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 Хорошо.